Всем огромный привет! Ну что, мои хорошие, я хочу вас поблагодарить в первую очередь о том, что вы меня поддерживаете в моем начинании, в моей борьбе за здоровье, за красивую себя. И сейчас я уже спустя время, пересмотрев свое видео, которое я вам наснимала за месяц, я понимаю, что я не показала себя во весь рост. Поэтому я исправляюсь, показываю, одела, конечно, максимально то, что меня облегает, не могу себе позволить одеть просто нижнее белье или купальник и показаться вам, но показываю сейчас, я думаю, сильно большой разницы не будет. Показываю, как есть, худеть есть куда, избавляться есть от чего, вот, поэтому показываю. Фото, конечно, само для себя я делаю, чтобы просто потом сравнить, сделать калаш и будет намного, ну, визуальней, все равно намного лучше и видно, что, как, добилась ты чего-то, не добилась. И когда я была первый раз, вот, начала, 28, да, ноября, я сфотографировалась, потом, когда уже закончился у меня месяц, я повторно сделала фото, и когда я составила вот так калаш фотографии в одном ракурсе, в одном нижнем белье, на одном и том же месте, я прям заметила результат, поэтому я хочу как раз-таки засняться. Хотя, если честно, в полный рост себя снимать не люблю, ну, не люблю, скоро полюблю обязательно, скоро, вот, и могу так сказать по поводу веса, я вам попозже вставлю вес, получается так, что на момент окончания первого месяца я весила 120 900, вот, и знаю точно, что после, перед Новым годом я весила ровно 120 0, хотя это, мне прям такая была надежда, хоть минимально, переступить этот порог, да, ну, всё равно хотелось, вот, всё равно хотелось, но не переступила я до Нового года, за Новый год могу сказать так, что я хоть и не хотела, хоть и говорила, что я не буду пить, но я всё-таки выпила, я пила красное, ой, красное-белое сухое вино, вот, и знаете, могу так сказать, первые, наверное, полбокала, которые я выпила, дали о себе знать в плане того, что у меня прям, знаете, как будто, как будто я чувствую, что я что-то пьянею как-то, очень так странно, думаю, это что это такое, и я уменьшила дозу в плане того, что я растягивала удовольствие. Также пила я колу зеро на Новый год, ну, и меню у нас состояло так, что мы его сбалансировали, любимые блюда родных, и то, что могу есть я на кето, поэтому сильно расходиться в кето я не расходилась, в принципе, наверное, не расходилась. На 1 января я ела то, что было, и со 2 января я уже начала питаться, как обычно. Получается, 2 января я стала первый раз на весы, и у меня было 120-100. Фото не делала, я думаю, вы мне поверите, врать мне нечего, незачем. Вот, так что сейчас я вот такая. Да, я себя люблю, мне как писали комментарии, что по вам и не скажешь, что вы столько вести, вы, кажется, легче. У меня просто всё гармонично, у меня всё гармонично, да. Ничем не испортишь, да. У меня фигура мамина, так что фигура у нас есть, если мы и полные, но у нас есть и талия, мы не, не знаю, как сказать-то правильно, мы не вот такие вот шарики, мы фигуристые дамы. Вот, так что такие вот дела, но ничего страшного, станем ещё фигуристы обязательно, ну и, конечно же, сейчас покажу вам свой вес. Утро у меня начинается с того, что я хочу себе сделать, не поверите, что, кето-хлеб. Только не с мукой, а с куриной грудкой, как видите, она у меня здесь лежит, немножко такая уже подсушенная, так и надо. Отварила я её вчера, вот такими кусочками разобрала, чтобы она была такая подсохшая, она будет перемалываться и больше похожа на муку. Вот, здесь у меня 4 штуки, по рецепту надо 2, я делаю больше, также по рецепту надо 5 яиц, просто они у меня такие вот крупные, поэтому я пока оставляю 5, возможно, я добавлю. Разрехлитель, 50 грамм оливкового масла, но здесь у меня больше грудки, поэтому будет больше масла. Всё, и не достала единственное, это соль и специи, моя вон тетрадочка с рецептами. Сейчас буду измельчать, первым делом грудку. Ну что, вот так у меня получается, за счёт того, что я её подсушила, она вот такая вот прям рассыпчатая, мелко-мелко-мелко. Так, сначала теперь добавлю сухие ингредиенты, разрыхлитель, всю пачку. Дальше посолить, естественно, куда без соли, где-то вот так, наверное, добавлю. Солюшку. Если честно, боюсь пересолить, поэтому лучше не досол, чем пересол. И перцем. Добавлю перчиком. Вообще, ещё достала приправу для курицы. Наверное, тоже её добавлю. Хоть чуть-чуть, но добавлю. Вот, дальше. А вот здесь у меня 100 миллилитров оливкового масла. Наливаю. Не понял. И чё там стоило? Дальше разбиваю яйца и перемешаю. Потом уже по составу посмотрю, сколько у меня получится. Вернее, какая консистенция получится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот сюда я положила. Это такие вот чашки, потому что у меня нет формы поменьше. Поэтому я буду делать здесь. Не знаю, насколько по времени, но так вообще надо 180 градусов 40 минут. Сколько это займёт, я не знаю. Потому что он так получается толстоват. Ну, сколько получится по времени, у меня без разницы. Главное, чтобы оно испеклось. Достава я их. Вот такие вот красавцы. Ещё горячая где-то минут 50 я всё-таки продержала. Если честно, я не рассчитывала. Не думаю, что он поднимется. Ну, прям так поднялось по сравнению. Я прям так ровно выравнивала. Поднялось сейчас, наверное, попробую достать отсюда. Вот. Ну, прям мягко пахнет, классно. Посмотрим, конечно, по вкусу, как будет. Но как вариант. А в разрезе, конечно, ещё покажу уже, когда буду кушать, наверное. Вот, только я не знаю сегодня сколько раз буду есть. Один или два. Что-то время-то у нас уже час, а я до сих пор есть как бы не хочу. Наверное, буду только ужинать вечером. Вот, бурни кофе выпью и всё. Всё, сейчас вытащу. Пусть остывают. Должно, а он вообще гуляет хорошо. Так, ну-ка. Сейчас при вас вытащу, покажу. Тин-тин-тин. Оп. Вот так сзади. Красота. Вот вам и хлебушек. Мама, что? Смотри, какой хлебушек мама испекла. А-а-а, класс. Класс? Да, класс. Хочу сделать вкусняшки. Покажу из чего. Как видите, у меня здесь орехи. У меня миндаль и фундук. Такие вот они обжаренные. Без никаких добавок, без ничего. И тыквенные семечки тоже хочу добавить. Для разнообразия у меня есть вот такая вот формочка. Я заказывала всё на Валбересе, помыла. В виде сердечка. Вот. И что самое главное, это у меня урбич из мякоти кокоса. Я его заказывала тоже на Валбересе. Видите, он у меня уже растаял. Так, когда он хранится в холодильнике, он не такой консистенции. По составу здесь, что хорошо, что здесь 660 калорий. Но на калории я особо не смотрю. Жиров 65, углеводов 14. Но 2 столовые ложки можно как бы съесть. Сейчас я хорошо его перемешаю. Видите, он даже мешается легко. Мне нравится, когда он, конечно, застывший. Он хороший такой. Его прям выковыриваешь. Классно. Но сейчас мне такой как бы жиденький, в принципе, и надо будет удобно делать. Что я сейчас буду делать? Вот в этой формочке я хочу немножко измельчить орешки. Прям по пару штук. Вот немного. Много брать не буду, чтобы не перебрать углеводов. Хотя с помощью орехов я добавлю жиры. Вот так вот. Ну да, ну какая разница. Что же орех? Вот. Получается, ну, тоже с содержанием большого количества жир. Так, вот столько где-то прям буквально тыквенных. И, допустим, одну миндальную. То есть это в одну конфету. В одну будет миндальная, в другую будет фундук. Вот я так уже решила сама для себя. Вот. Это вот на одну конфетку у меня будет такое количество. Прям жидкое, жидкое, как молоко. И это хорошо. Сейчас я его до дна перемешаю, чтобы была консистенция одинаковая. Например, белый-белый. На вкус, на вкус вот реальный кокос. Если вы любите кокос, если вы любите конфеты в баунти или что-то типа это, это ваше. Рафаэлла. Рафаэлла, да. Я это люблю. Поэтому буду делать. И вот так вот заполняю форму. Так, аккуратненько. Так, и теперь погружаю орешки. Они немножко, конечно, упадут. Ой, наверное, здесь будет все. Тыквины, наверное, не влезут. Может быть, чуть-чуть. Уж, коль, хочу. Уж, коль. А, вот. И все. Сейчас я все так заполню с орешками. И отправлю в холодильник, чтобы они застыли. Смотри, все влезло. Уж. Вот такая вот красота получается. Все, теперь самое главное дать им застыть. Все, управляю в холодильник. Ну что, 7 января 19.20. Первый прием и единственный за сегодня. Правда у меня с утра было в 10 часов брони кофе и в 5 вечера. Ну и мое богатство. Сначала давайте покажу вам хлеб в разрезе. Ну как мама сказала, что это больше не хлеб, а мясной пирог. Но все равно. Зато здесь нет углеводов от слова совсем. Такой вот хороший получился. Так, что у меня здесь? Жареное мясо с луком, маринованные грибы, которые мама мариновала. Хоть там есть 2 чайные ложки соли на килограмм грибов, все равно. Я взяла немножко. Надеюсь, ничего не помешает. Вот мой кето хлеб. Намазала прям маслом. Одна у меня с сыром, другая с рыбкой. И здесь салатик из пекинской капусты. И чуть-чуть лука, огурец. Вот. И сюда налью потом кофе. Не кофе, вернее воду. Насыпала уже все. Просто хочу прям горячий. Смотрите, сколько осталось у меня моих конфет. Все попробовали, всем понравилось. Но я попробую какой-нибудь, наверное, из этих. Не знаю. Что я попробую. Остаточки самые сладкие. Вот. Так что все. Буду кушать. Приятного мне аппетита. Что-то я вам показала в упаковке. Я так вот не вытащила. Вот, получается, вот такие вот конфеточки. Я две съела. Вот это будет третья. Вон они маленькие. Вот с орешками вкусненькие. Видите? Вот если они лежать так не могут, потому что начинают таять. А так достала. Ты успеваешь их скушать. Красивенькие сердечки получились. Всем доброе утро. Так. Восьмое число. Восьмое января 23-го года. 10.49. Итак. Сегодня я решила съесть два раза в день. Поэтому ем сейчас. Здесь три полоски бекона. Два яйца. На масле оливковом. Подсолила. Пол авокадо тоже подсолила. Мой хлебушек куриный. Смотрите, как толстенько врезал. И сколько масла. Вы видите? Этот кусок масла. Да. Орешки. И одну конфеточку. Уже, так понимаю, чувствую по себе, что я их наелась. Поэтому вот это доем. И пока делать не буду. Ну и, конечно же, кофе с оливкой, с сахзамом и кокосовым молоком. Все. Буду кушать. Приятного аппетита. Время ужина. 19.41. И вот что. Что-то как-то уменьшается. У меня тарелочки уменьшаются. Хотя, наверное, нет. Вот. Салат. Помидор. Пекинская капуста. Майонез. Здесь у меня куриный хлеб. Опять такой же кусок масла. Девочки, большой, правда? Сырок. Ну, фокус. Сыр. Здесь у меня мясо. Тушеное. Жареное, вернее, с луком. Самое простое, что можно приготовить, это пожарить мясо. Это прям вообще быстро и удобно. Я достала вот эту горчицу дижонскую. Она мне очень нравится. Ну, и, конечно же, кофе с кокосовым молоком, с акзам. И, возможно, под вопросом я съем конфетку. Может быть и нет. Не знаю. Все. Приятного аппетита. Вкусняшка.